Всем доброго полудня! Сегодня на повестке дня у нас грязное белье Катюши Коносовой. Будем обсуждать. Я сама удивлена теме нашего видео, потому что мы будем разоблачать великую разоблачательницу Екатерину Коносову. Репутация Екатерины, по моему скромному мнению, до одного момента была всегда кристально чиста. А момент этот наступил, когда я скучающе листала ленту ТикТока и нашла видео, где девушка говорила, что надо срочно отменить Катю Коносову. Я так сделала так... И вот я прям чувствую, пахнет жареным. И начала вот так скроллить, копать-копать-копать, ибо я уже давно не интересуюсь ее контентом. Но обо всем по порядку. Видео будет структурированным, так что наливайте себе чаек, кофеек и давайте погружаться в судьбу небезызвестной Кати Коносовой. Мы тут с вами собрались пообсуждать все для Кати Коносовой. Деньги не пахнут, и она делает все, чтобы заработать, но просто критиковать. Это же не в нашем стиле, правда, ребят? Так как критикуешь, предлагай. И вот мое предложение. Я вам честно скажу, что на Ютубе сейчас нет монетизации, и я выживаю и могу творить только за счет рекламы. Сейчас уже никто не снимает рекламу под копирку, блогеры креативничают сами и таким образом держатся на плаву. Если вы каждый раз скипаете рекламу и думаете, эх, за что только они деньги получают, и я таких реклам могу сделать 10 штук, то сейчас вы будете просто в шоке, узнав, что у вас есть возможность снять рекламу и заработать с такие деньги, которые, честно, ребят, мне не снились. Пока что. А эту крутую возможность вам предлагает онлайн-школа Сотка. Сотка уже 5 лет готовит к ЕГЭ и ОГЭ. Вы можете оформить подписку и заниматься по четырем предметам по цене пары занятий с репетитором, ребят, представляете? 25 января по 10 февраля у тебя будет уникальная возможность снять креативный рекламный ролик о Сотке. А задача Сотке — найти самые крутые ролики и за них заплатить. План действий такой. Сними ролик о Сотке, выложи его в любую соцсеть, кинь ссылочку в их Telegram bot и отметь их аккаунт. ТОП 9 роликов получит по 100 тысяч рублей, а тот, который наберет больше всего просмотров, получит 200 тысяч. Призовой фонд, целая куча денег, миллион сто тысяч. Переходи по ссылке в описании, жми кнопочку «Участвовать», она перекинет тебя в Telegram bot, где ты сможешь получить все материалы для своего будущего видео. После публикации обязательно отправь ссылочку к ним в bot, иначе твой шедевр просто потеряется, его никто не увидит. Вуаля! Ты великолепен! Осталось только ждать результатов 11 февраля. Удачи! Я-то думала, здесь комар носу не подточит, но, знаете, подточит до такой степени, что получится скульптура эпохи Ренессанса. Давайте обо всем по порядку. А порядок начинается с начала ее карьеры. Начала она вести свой блог 24 августа 2016 года с обзоров на Алиэкспресс. Далее ее контент постепенно эволюционировала в сравнении одежды с Алика. Всем привет! С вами я, Катя Конусова, ваш первый и официальный Алиэкспресс-блогер. Той же Зарой и Лицумом. 13 февраля 2019 года состоялась первая в истории ее канала разоблачение на шоурум, который торгует палью с Алиэкспресс. Как я проанализировала, просмотров на этом ролике резко стало в полтора-два раза больше, и тогда Катя вооружилась лопатой и поняла, вот она злота жила, будем ее копаться. Ну и дальше появились уже всем нам знакомые выпуски на Е-бизнеса. 28 июля того же года был знаменательный день. Мы увидели венец ее карьеры, просто жемчужину. Разбор, сыворотки, фем-фаталь. Точнее, даже не разбор, а великое полномасштабное разоблачение. Это была действительно большая профессиональная работа, с которой началась веха Екатерины Конусовой, такой, какой мы знаем ее сейчас. Дешевый антибиотик под видом безобидной косметики. Тут уже правоохранительные органы должны расследовать, каким образом кем этот препарат попал. Большая часть покупателей, подростки и дети. Был химический ожог. Вот, а вот правит, без тыдай совесть. Это можно считать отправной точкой в ее карьере разоблачительницы. В своем же телеграм-канале я спросила у моих подписчиков. Ребята, а что вас смущает в канале Екатерины Конусовой? И дальше я буду перечислять то, что назвали конкретно мои подписчики. Ну а вы, мои сладенькие, я не знаю, что сидите, почему до сих пор не подписана на наш телеграм-канал. Особенно учитывая, что у нас завелся чат «Уюбное кафе», где мы каждый день обсасываем новости летние. Просто общаемся. Очень весело, задорно. Ссылочка будет в описании. Я жду тебя там. И если тебя еще там нет, то я не знаю вообще, что ты делаешь. Прекрати. Ну что ж, поехали разоблачать разоблачительницу. Всем пристегнуться и встать. Суд идет. Я не понимаю, почему до недавнего времени все молчали, потому что я заметила это уже давно. Но у меня стадное мышление, и когда никто об этом не говорит, мне начинает казаться, что все в порядке. Ничего такого не произошло. Даже если я подмечаю какие-то несостыковки, микро- и макродетали, складываю это в общую картину и прихожу к знаменателю. Если я вижу, что таких видео еще не было, значит мне начинает казаться, что мнение большинства ошибочно правильное. И мне все только кажется. Не стоит выноситься на все общее обозрение, потому что я окажусь не права. Все же молчат, значит мне одно и кажется. Но нет, я на самом деле сейчас корю себя за то, что не вынесла это на суд божий, на суд ваш раньше. Побоялась, побоялась, знаете ли. Думала, что была не права, а была, как всегда, права. Ну, кто бы сомневался, правда же. Всем привет, ребята, еще раз. Я к вам со срочным включением. Я уже закончила основную часть сценария, монтаж. Видео готово к отправке, но я сейчас записываю эту ставку, потому что ко мне пришла просто невероятная какая-то информация, которую я уже не успеваю полноценно поделиться именно здесь. В формате Ютуба собирать материал, монтировать видео должно выйти сегодня, чтобы быстрее вас порадовать. Короче говоря, а в чем ситуация? Я обсуждала со своей подругой, Катю Конусу, выпуск ролика. Она мне говорит, о боже мой, вид, ты знаешь, что вообще у меня есть трэшовая информация про нее. Мы с ней вместе работали. И я подумала, о боже мой, когда я это услышала. Короче, она дала мне мини-интервью. И она в моем телеграм-канале называется Бальмон. Ребята, заходите, слушайте. Если вам не хватило того трэша, хотя я уверена, что вам его хватило, который будет и уже был в этом видео, то обязательно приходите послушать, как делается на самом деле развлечения Кати Конусовой и насколько, оказывается, для этого человека деньги не пахнут. Но это на самом деле полная жесть. Короче, все будет у меня в телеграм-канале. По ссылочке в описании название телеграм-канала Бальмон. Переходите, слушайте, офигевайте. Обозревая инфо-цыган и их инфопродукты, она сама мало чем от них отличает. Забавно, что в ролике с большим обзором на инстахрючеров она сама рекламирует школу онлайн обучения. По сути, такие же курсы, которые не гарантируют вам какого-либо результата. Все то же самое, что и в курсах какого-нибудь Косенко. А еще дизайнер презентации это самостоятельная, творческая и высокооплачиваемая профессия. Каждый день 800 человек ищут, кто им сделает презентацию. Один слайд на рынке стоит в среднем 1500 рублей. Я считаю, что, конечно, один человек из нескольких тысяч, которые пройдут тот или иной курс, могут достигнуть такого потолка заработка. Но, конечно же, не все и обещать гарантированный результат точно не стоит. Обещают гарантированный результат у нас на ставках и всякие мошенники, которые толкают свои курсы. Я уверена, что пройдя какой-то марафон желаний Блиновской или курс по заработку, или парил смейкингу от Косенко, один человек из нескольких тысяч, что точно выстрелит. Но не потому, что он прошел охренецкий крутой курс, а просто потому, что у него уже были врожденные какие-то задатки. К построению карьеры в этой области. Бонусом, конечно, подписчики вменяют ей сомнительную рекламу скиллбокса, на которую сделали уже кучу разоблачений и пришли к выводу, что это какое-то говно. Я понимаю, что деньги не пахнут, кормить большую команду 100% надо, но неужели деньги не пахнут? У Кати же точно есть большая команда пиарщиков, которые обрабатывают входящие заявки на рекламу. Почему они берут что-то, что пахнет тухлячком, что-то, что сомнительно пахнет? Я уверена, что ей поступает целая куча заявок на рекламу. И почему они выбрали действительно такую дурно пахнущую интеграцию? Неужели нельзя было найти что-то поароматнее? Я уверена, что в ее случае простор рекламодателей просто огромен. Выбирай, не хочу. Почему нужно было так позориться? Особенно в случае, когда ты делаешь деньги, делаешь репутацию на разоблачение. Я лично считаю, что блогерам, которые живут на Олимпе, которые называются кристально чистой репутацией, ну никак нельзя, никак нельзя измараться в том, на что упала хотя бы тень сомнений. Ведь это твой хлеб, это то, чем ты зарабатываешь, это твоя репутация. А репутация для рекламодателей и вообще для аудитории это важнее всего. Я просто не понимаю, как можно было так тупо прорекламировать скиллбокс при таких возможностях. Ну сколько ж они заплатили? Так, работает удаленно, со стабильным заработком, связан с компьютерами и компаниями. Всем нужен. Я знаю, где искать. Где? В скиллфекторе. Именно здесь готовят с нуля специалистов одной из самых востребованных IT-профессий. Тестировщик на питом. Тестировщики проверяют работу программ, сайтов и приложений, ищут в них ошибки и участвуют в создании качественного IT-продукта. Хотя про заплатили мы еще сегодня поговорим. В последние несколько лет ее видео выходит все чаще и чаще, как из-под станка, и, конечно же, контент стал скучным, и разоблачения там стали на уровне желтой прессы. При таком обилии новостей и частоты выпусков, конечно же, чисто физически невозможно углубиться в каждый аспект освещаемой темы. Даже если этим всем занимается ее команда. Хотя я больше чем уверена, что и выпуск новостей, и даже текст пишет ей ее команда. Она просто приходит в студию, зачитывает эти новости, отдает ролики на монтаж и уходит. Она даже не выгружает их сама на YouTube-канал. Молодец, научилась делегировать. Делегировать нужно тогда, когда это не идет в ущерб хотя бы твоей репутации. Если раньше она снимала какие-то подкасты со своими мыслями, рассказывала, как она относится к тем или иным вещам, делилась какими-то мелочами из жизни, то сейчас такое ощущение, что прилетел Дементра, выкачал всю душу и всю радость из этих видосов и улетел. Особенности, конечно, потому что текст она пишет не сама и уже, я думаю, несколько лет. Довольно-таки давно. Но если ты делегируешь эти задачи, можно, например, обозревать меньше тем за выпуск, звать приглашенного грамотного эксперта и побольше углубиться в каждый аспект. Потому что вот так вот, так вот так. Ким Кардашьян потерла свои пятки и продала пяточную пыль. Я не знаю, кто-то проходил, пукнул в пакет, это все продал. Вот такие новости. В последнее время мы видим от Екатерины Коносовой. Большими и классными разоблачениями здесь уже давно не пахнет. Чего стоит только разоблачение батончиков для спортивного питания, где она сказала, что нужно просто читать внимательно составные этикетки. Для меня лично от ее экспертности осталось одно название после ее большого якобы разоблачения на то, как микротоки влияют на наш организм. И даже приглашенный эксперт только испортил, ухудшил всю ситуацию своей невежественностью. Я сама неплохо разбираюсь в действии микротоков, и когда я услышала, какой бред говорят в этом видео, у меня просто глаза на лоб полезли, я вам честно скажу. Ксения Вебер, кстати, очень грамотной в пух и прах разнесла вот это разоблачение Коносовой на микротоки. Мы все с вами знаем, что белое это не всегда белое, а черное это не всегда черное. Так же, как и в мире, нет абсолютного добра и абсолютного зла. Конечно, мы даже, извините, на своих микротоках не можем гарантировать эффект суперлифтинга и подтяжки. Мы снимаем отечность, мы улучшаем кровоток, микроциркуляцию, улучшаем качество кожи, что мы можем поднимать до самого максимального воздействия и заставлять мышцы на лице работать. Пациент создает ощущение, как после хорошего массажа. Может становиться более четкий овал за счет снятия отечности. Давайте тогда мы определимся, какая-то вообще получается ерунда. Если это вообще все изначально не работает, а стоила ли вообще игра свечи, зачем это все обсуждать? И какой же ты специалист? И зачем же ты деньги за свою процедуру берешь, если, оказывается, профессиональные гаджеты, кроме того, что убирают отек, толком не работают и лифтинга никакого не обеспечивают? Алло. Стоп, вы понимали, как я записываю это видео. За окном плюс 35 градусов. У меня зашторено просто все, все закрыто, все запаяно. Я сижу в теплой одежде, и у меня еще и пот над верхней губой. Поставьте мне, пожалуйста, большой пальчик вверх за мои старания. Потому что я действительно страдаю. Тем и тем, что я не фанат с адамазой. Когда плохо, тогда плохо. Короче говоря, с тех пор мое доверие к ней было подорвано, а у меня было к ней большое доверие и большая лояльность. И вот тут мы приближаемся уже к самому интересному. Ну, одному из самых интересных. Это такой скандальчик-мандальчик с Линой Диановой. Она позвала ее к себе на интервью, как приглашенного эксперта, даже не удосужившись проверить ее порочку о психологическом образовании. Елена Блиновская, немножечко вружка. Елена вообще не очень понимает, что такое внутренний ребенок с точки зрения психологии. Уровень экспертности приглашенных Конусовой можно оценить пропорционально уровню хера, положенному на проверку порочек этих самых экспертных экспертов. При этом вспомните все ее разоблачения, где она с пеной у рта говорит, первым делом проверяйте корочку у тех, кому вы записываетесь, и тех, кому вы доверяете свое здоровье. Видимо, любое здоровье, кроме ментального, конечно же. То есть с Лине Диановой можно работать без корки, а им нельзя. Я правильно понимаю? И после всех бурь разоблачений, связанных с Линой Диановой, и одной ее крайне-крайне-крайне неудачной шубки про суицайд. Например, случилось травматичное событие, они потеряли близких, и уже 8 лет человек не живет. Да, он думает только о суициде, он, например, что-то употребляет, ну, как-то себя изводит, чтобы умереть. То тогда психологи могут работать довольно жестко. И они говорят, ну, иди умирай тогда-то. Чего ты мне мозг компостируешь? И Каделина позвала ее к себе на интервью, где отчитывала ее как маленького ребенка, говоря о том, что, Лина, как же ты могла, у тебя такая лояльная аудитория, почему ты не запишешь видео и не объяснишь, что ты не то имела в виду, что ты была неправа, Лина ей говорит, ой, слушай, там, Катя, я не знаю. Слушай, Катя, а почему ты не запишешь видео о том, как ты сейчас была неправа? Или ты была права? Ну, или ты ханжа? Нет ничего такого в том, чтобы быть ханжой. Но это мы уже сбегаем вперед. Короче говоря, как все переменилось-то, да? Ну, Алина Дианова отвечала на вопрос инквизитора, так скромно понурив, потупив голову. Окей, ну что я тут могу сказать? У меня нечего сказать. Ты не переживаешь на свою репутацию? Нет, не переживаю. Ну, то есть ты же понимаешь, что сейчас, по факту, ты сама себя отменяешь всеми этими видео. Вот тем, что ты, ну, продолжаешь это все утверждать, что это нормально, это норма, это хайп. Объяснит, да, что, как бы, ребята, я имела в виду вот это, я имела в виду вот это, потому что, ну, вот на данный момент ты ходишь по интервью, ты сходила к Пете, вот сейчас мы с тобой записываем видео. Но от тебя, как от человека, у которого есть свой YouTube-канал, мы не получили ответа. Вот такого прямого, живого, да, сказать, пацаны, произошло вот это, вот это и вот это. Отвечаю за каждый факт. Почему до сих пор не вышло видео? Не понимаю, почему она, правда, заняла такую морализаторскую позицию белого пальто, хотя сама же звала ее на интервью как эксперта когда-то, не так уж и давно. Лицемерное морализаторское поведение мы еще с вами обсудим, потому что это маска, которую она надевает для того, чтобы ставить себя на порядок выше других людей, за счет этого повышать лояльность аудитории. Все это вызывает большое доверие аудитории, когда ты вся такая в белом пальто, разоблачаешь всякое цыганье. Конечно же, люди начинают доверять тебе. Но именно эта позиция в данном случае оказалась самой невыгодной, потому что когда ты обсрункаешься в трусы, тебя будут спрашивать в 10 раз больше. Что мы сейчас и видим? Я даже не знаю, если бы не ее такое поведение, все вкупе всей ситуации, стали ли бы люди по ней сейчас так проезжаться трактором. Напишите в комментариях. Действительно интересный вопрос. А то когда ты годами, годами строишь из тебя святошь, а потом из-под пола вылезает такой чертячий хвостик, конечно же, всем хочется за него дернуть. И не один разочек. Многих еще, кстати, смутил тот факт, что после отключения монетизации она кидала номер своей карточки с просьбой кинуть ей донаты на содержание команды. Мол, отключили монеты, мне теперь нечем кормить операторов, монтажеров и все такое. Киньте, пожалуйста, народ честную, по копеечке, кто чем может. И сразу после этого, кстати, открылась ее кафе в Турции, в Алане. Но я ни на что не намекаю. Совсем ни на что. Кстати, по поводу ее кафе есть непроверенная инфа, которую я нашла, как всегда, в рассаднике ТикТока. Говорят, что у нее была вакансия СММщика в том самом кафе в Алане. И одна девушка откликнулась, сделала превосходное тестовое задание, на что ее вроде как потом заблокировали и реализовали все в точности, как в этом тестовом задании. Девушка говорит, что она потом пыталась с ними связаться, но ответа так и не получила. За достоверность этой информации я не несу никакой ответственности. Все, что найдено на просторах ТикТока, остается на просторах ТикТока. Ну и последнее, из-за чего, в принципе, начался весь сыр-бор, это ее видео с обсуждением голой вечеринки. Как многие считают, проплаченное, что вполне возможно, потому что она сотрудничает с ВК и Рутубом. Она применила свою излюбленную тактику белого пальто, мол, я вообще не такая, я жду трамвая. Блин, ну вот лично для меня, ребят, это мое личное мнение, для меня это фу. Что касается последствий того, что, собственно, произошло. И лично мое мнение, что самый гуманный и правильный вариант, это действительно лишение медийности и проектов. Но не навсегда. Временно. Чтобы лидеры мнений взяли курс на более какую-то полезную повестку и деятельность. Но в то же самое время, как Настя и сама сказала, в ее проектах давно не было жизни. Она не понимает, кто Настя Ивлеева настоящая. Теперь время себя показать. Ну а я, например, как зритель, готова принимать новую инициативу. И последний вывод, наверное, супер короткий, который может не понравиться многим. Лично я поняла, что я бы просто не хотела такие вечеринки видеть в своих новостях. Вот так коротко и емко. Я не хочу такое видеть. А вы? И когда у нас был корпоратив, я всем выслала референсы, чтобы приходили в костюме монаха или Снегурочки или Деда Мороза. А они вон какие бессиняты, как они нехорошо поступили. Ай-яй-яй. А я вот какая правильная и хорошая девочка. Дайте мне, пожалуйста, медальку. Но вместо медальки Катька получила 20 тысяч отписок и требование ее отменить. Но кое в чем в этот раз она прочиталась. А точнее, в действии своей излюбленной тактики, как мы его называем, белое пальто. Белое пальто на этот раз оказалось коричневым. И эту фальшь почувствовали люди. Она годами забирала молодежную лояльную аудиторию, так как сама выглядела интересненько, штуировочки, стиль в одежде, иногда макияжик. И вот такую аудиторию она к себе привлекла. Молодую, с передовыми взглядами лояльную аудиторию, которая, естественно, по вопросу голой вечеринки имела совсем другое мнение. И, конечно же, эта аудитория не смогла принять ее наигранное монашеское поведение, потому что она сама своими руками годами набрала этих людей. Неужели она не понимала, что они того не оценят? И они не оценили. Опять в копилочку лицемерия ее телеграм-канал назывался OnlyFans Кати Коносовой. И она часто не гнушалась голыми фотографиями во время беременности, там, в трусиках. Просто я видела, как она записывала там то ли кружок, то ли рекламировала какое-то белье. В общем, там был топик и трусики. Что? Это не считается? Почему? Ну, именно это лицемерие на этот раз и бросилось людям в глаза. Потому что уж в этот раз это было слишком очевидно. Но если присмотреться, и мы это с вами уже сегодня обсудили вдоль и поперек, то этот трюк она проворачивала кучу-кучу раз и всегда работала. План надежный, как шейцарские часы, сделанные в Китае. Сейчас людям непонятен именно ее уход от проблемы и молчания. Приди, скажи, да, это проплаченный ролик или приди, скажи, нет, это мое честное мнение. То, что она обменяла Лине Диановой, ее молчание, как неуважение аудитории, что эта аудитория ее кормит и приносит ей деньги. Кась, а тебя-то кто кормит? Не твоя ли аудитория? Не твоя ли аудитория помогла тебе прокормить команду в трудные времена, чтобы потом с этой командой просто забили и хер вообще на всех? Уход от проблемы это самая хреновая тактика, которая только может быть. Я думаю, что этим все так не закончится, а если закончится, то, скорее всего, это не будет означать конец карьеры Кати Коностовой, потому что культуры отмены в Российской Федерации как таковой не было и нет, абсолютно нет. Но лояльность аудитории она, конечно же, потеряет. Но ни просмотры и ни подписки. Эти 20 тысяч человек все забудут, скорее всего, и вернутся заново. И будет очень печально, на самом деле, если эта ситуация так просто спустится на тормозах. Она просто отсидится, будет и дальше блокировать всех неугодных в своем телеграм-канале и все просто вернется на круги своя. Действительно, очень странно, почему человек просто не выйдет и не скажет. Ребята, я просто мистер белая пальтули, я правда так считаю, я правда ханжа, я была не права, когда выставляла свои фотки в трусиках и называла свой телеграм-канал OnlyFans Кати Коносовой. Но, если она молчит, значит, ребята, это действительно правда. Катька продалась, получила кучу бабок и теперь ей не грустно, потому что плакать лучше в своем парше, чем Владе Калини, правильно же? Напишите, ребята, как поменялось ваше мнение о ней, как вы считаете, продалась она или не продалась, почему она молчит, будете ли вы смотреть ее дальше, если вы вообще ее смотрели, а если не смотрели, напишите, почему. Всех обняла, целую, увидимся совсем скоро в новых видео. Пока-пока!